В целом о положении дел в отрасли и деятельности министерства достаточно подробно доложил министр нефти и газа. Сделано немало, результаты есть, о них в своем докладе он говорил. Тем не менее, имеется ряд направлений, на которые необходимо усилить внимание. Я хотел бы акцентировать ваше внимание на наиболее актуальных темах, в том числе на задачах, которые озвучил глава государства. Первое. Понятно, что развитие отрасли на ближнюю и среднесрочную перспективу будет связано с реализацией трех крупных проектов. Это Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Так, суммарно доля этих проектов составит более половины в общем объеме добычи углеводородов. С учетом прорабатываемых вопросов по расширению данных проектов, Министерству нефти и газа следует уделить особое внимание вопросам дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, в том числе по увеличению пропускной способности действующих трубопроводов и определению новых маршрутов поставок углеводородного сырья на внутренние и внешние рынки. Также при проведении разведочных и промышленной добычи нефти необходимо уделять большое внимание экологическим аспектам. Может быть, проработать вопрос страхования экологических рисков, связанных с реализацией данных проектов. Этот вопрос, Алтман Гвадьевич, надо будет проработать. Этот вопрос мы поднимали и на межведомственные комиссии по нефти и газу. Второе. Сегодня нами совместно с российской стороной достаточно активно ведутся переговоры по ряду вопросов, связанных с взаимными поставками нефти и газа. Это достаточно сложные вопросы. Это поставки газа от Казахстанского на Оренбургский ГПЗ и российской нефти на Павлодарский нефтехимический завод. Как я уже говорил, эти вопросы непростые, достаточно сложные, требующие взвешенных подходов. И от принятых решений совместных с Алтман Гвадьевичем вместе с Хайратнематчем Келембетовым будет зависеть дальнейшая реализация Карачагановского проекта, его расширения. Поэтому нам необходимо до конца первого полугодия четко понять и завершить переговорный процесс и при этом обеспечить максимальную защиту интересов нашей страны. Третье. Что касается газовой отрасли, то основной ее задачей является стабильное и бесперебойное обеспечение газом потребителей нашей страны. Мы знаем, что южные регионы страны зависимы от поставок среднеазиатского газа. Думаю, что строительство базой Шимкент трубы позволит уже в этом году иметь газ на юге нашей страны, что очень важно для потребителей и многие наши жители, граждане нашей страны с нетерпением ждут поставки газа стабильного. Поэтому в соответствии с поручениями нашего президента необходимо в этом году уже ввести в действие первый участок газопровода, о чем, Сауд Мухамбайдж, вы сегодня здесь сказали на коллегии, это базой Шимкент. И в текущем году завершить все подготовительные процедуры по второму участку бенио базой, в том числе вопрос финансирования, приступить к его строительству не в 2014, а в 2013 году. Вот такая задача перед министерством поставлена, ее надо выполнять. Я еще раз акцентирую на это внимание. Также, Сауд Мухамбайдж, я поручаю вашему министерству в текущем году разработать и утвердить генеральную схему газификации. При ее разработке особое внимание уделить вопросам, связанных с обеспечением газа, особенно сельских территорий юга. Очень важно. Четвертое. В последнее время наиболее часто обсуждаемый вопрос, здесь находятся и наши уважаемые депутаты парламента Республики Казахстан, поднимается вопрос газификации северных, центральных регионов нашей страны, в том числе и столицы. Должен вам сказать, что глава государства в своем послании и буквально недавно на совещании четко дал поручение начать уже в этом году реализацию этого проекта. Поэтому в март месяц, Сауд Мухамбайдж, Мурзак Истович, в март месяц, максимум апрель, надо стартовать этот проект. Такое поручение вам дано. Поэтому до конца первого квартала необходимо решить все организационные финансовые вопросы и в апреле месяце приступить к строительству важного для нашей страны газопровода. Следующее. Глава государства неоднократно отмечал необходимость обеспечения внутреннего рынка собственными нефтепродуктами, качество которых должно соответствовать новым стандартам экологичности. У нас сегодня министр в своем докладе заострил внимание, но все вопросы, связанные с реконструкцией и модернизацией нефтепрерабатывающих заводов, идут с нарушением графика реализации. Поручаю, Александр Михайлович, в 2013 году завершить все подготовительные работы и приступить к практической реконструкции, модернизации Павлодарской и Шемкентской НПЗ. На это есть все решения, есть все возможности, достаточный потенциал с тем, чтобы реализовать и начать эти проекты. На Тараусском НПЗ необходимо завершить проект строительства комплекса по производству ароматических углеводородов. Я не буду останавливаться, об этом вы уже сказали. Шестое. Нам надо ускорить реализацию первоочередных нефтехимических проектов. По сути, создается новая отрасль в Казахстане, помимо транспортного машиностроения. Необходимо в апреле 2013 года уже ввести в действие битумный завод. Этот проект у нас уже немножко с бородой. Активно идет дорожное строительство, вы знаете, автомобильное строительство. Сколько битума и сколько этого необходимого для дорожного строительства мы завозим. Импортируем достаточно много. Поэтому битумный завод практически завершен. Сроки переносились. Такая практика вообще должна прекращаться. Обозначенные сроки должны были в декабре 2012 года завершить. Его надо было завершить в декабре 2012 года. Апрель – это последний срок. Нам необходимо решить все финансовые вопросы по проекту строительства интегрированного газохимического комплекса. Здесь, я думаю, что совместно с самым рук Казана министерство должно приступить к полноценной его реализации. Седьмое. В настоящее время многие месторождения достигли своего пика производительности. Следует осуществлять прирост добычи за счет увеличения коэффициента извлекаемости запасов, что в свою очередь требует применения, конечно же, новых и новейших технологий. Инвестиции должны вкладываться не только в производство энергетического сырья. Глава государства было отмечено, что мы должны привлекать инвесторов только на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешить инвесторам добывать и пользоваться нашим сырьем в обмен на создание новых производств. Господин Тимоти Миллер сегодня выступал. Мы на эту тему достаточно не раз встречали, говорились. Достаточно большие и грандиозные планы по охране труда и снижению безопасности на производстве, в том числе и ДТП. Вы посвятили этому достаточно большой блок в своем докладе. Проект будущего расширения поддерживается. Вы об этом прекрасно знаете. Все те ваши замыслы, которые вы планируете в 2013-м и последующие годы, также поддерживаются. Но вопрос трансферта технологий, в том числе на территории нашей страны, этот вопрос мы с вами обсуждали, необходимо активно включаться в эту работу. Доля казахстанского содержания на ТШО составляет, вот вы показывали цифру, всего лишь чуть более 4%. Это совсем мало. Хотя в среднем у нас в нефтегазовом секторе где-то около 10%. Все мы прекрасно понимаем, что то оборудование основное, которое закладывается в товарах на все проекты, они, конечно же, выпускаются за рубежом. Тем не менее, ряд технологий, ряд производств можно разместить и в Казахстане. Достаточно много опыта у нас сегодня в Казахстане. Есть намерения. Я могу привести пример. Вот тот трубный завод, который разместила в отраву компания «Шеврон». Она не только в нефтегазовой сфере, эти трубы используются. Пожалуйста. Практически сбыт ее идет и в коммунальном секторе. 100% производимой продукции трубного завода «Шеврон» практически вся реализуется не только на территории Казахстана, но еще экспортируется. В вопросах продвижения экспорта мы также вместе с вами будем заниматься. Поэтому я обращаю ваше внимание на эти вопросы. В вопросах привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор и о чем поднимается Сауд Мухаммедович по снятию мораторий, глава государства этот вопрос принял решение. Поэтому в ближайшее время процедуры все будут озвучены. Кроме шельфа Каспийского моря, мораторий на твердый полезный ископаемый, на углеводородное сырье мораторий будет снят. Поэтому вот здесь вот привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор Сауд Мухаммедович в ваше министерство должно в обязательном порядке. Как раз таки вот через то, что я говорю, через трансфер новых технологий, новые производства. То есть это должно быть одним из обязательных условий при предоставлении права на недропользование. Восьмое. Реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли влечет большой спрос на оборудование и продукцию машиностроения. Я уже говорил, что у нас в Казахстане активно реализуется и создана новая отрасль транспортного машиностроения. Вы видите, мы выпускаем уже и тепловозы, и электровозы, и вагоны тальга. И достаточно большое идет движение в машиностроении по локализации этих производств. Вот заложили камень, и я надеюсь, в ближайшем будущем будут производить дизельные двигатели для этих мощных электровозов и тепловозов. Но, тем не менее, вопрос, особенно в секторе нефтегазового оборудования, у нас, конечно же, отстает. Поэтому нефтегазовое машиностроение необходимо нам, конечно же, на это обратить особое внимание. Министерство совместно с Мининдустрией необходимо ускорить работу с созданием нефтесервисной компании, вывод ее на отечественный рынок нефтесервисных услуг. Эта работа движется. Надо Сават Мухаммедович вместе с Секешевым предметно заняться этим вопросом. Девятое. В заключении я хочу обратить ваше внимание на вопросы трудоустройства. В настоящее время очень много казахстанских специалистов высшим и средним образованием нетрудоустроены. Иностранные компании, хоть и показывают на слайдах, в отчетах, продолжают привлекать кадры из-за рубежа. Понятно, если важные, нужные специалисты необходимы, они, конечно же, должны приглашаться, работать. Поэтому совместно с Министерством труда, Минобразования, заинтересованными акимами регионов, необходимо отработать и внести конкретные предложения с учетом потребностей в квалифицированных кадрах. И последнее, на что я хотел обратить внимание. Значит, вы знаете задачу, которую поставил глава государства. Они для всех вас понятны. Тем не менее, я еще раз акцентирую внимание. Значит, работа Министерства и всех, будем так говорить, органов нефтегазовой отрасли должны работать на два вопроса. Первое. Влияние Министерства и отрасли на рост экономики. Стабильный рост экономики. Это один из важных вопросов, который должен стоять перед Министерством. И второй вопрос, исходя из этого, это вопрос занятости наших казахстанцев. Те, которые работают в этой сфере, те, которые не должны быть сокращены, и те, которые должны быть привлечены в эту сферу. И привлечение нашей молодежи, специалистов. Обучаемых по линии Балашах, обучаемых за границей, обучаемых в наших вузах. Никакого влияния ни министерства, ни другие, так сказать, не оказывают. На это надо обратить особое внимание. То есть занятость, стабильный рост экономики. Вот два вопроса, а все остальное отсюда истекает. Вот, Солд Мухаммедович, я хотел на это обратить внимание. Задачи достаточно масштабные. Их исполнение очень важно. Продолжение следует...